Кстати, на базе футбольного клуба «Гомель» прошел традиционный мини-футбольный турнир среди болельщиков. В нынешнем году соревнования приурочили к столетию газеты «Гомельская правда». Турнир получился массовым. Заявки подали 32 команды. Это около 250 футболистов. Играли по олимпийской системе. По итогам жеребьевки были сформированы пары 1-16 финала. Проигрыш означал выбывание из соревнования, потому страсти на площадке кипели нешуточные. В итоге бронзу оспаривали команда друзей «Пахтакор-2». Эта встреча получилась очень напряженной. В основное время выявить победителей не удалось. 2-2. В серии пенальти удача была на стороне команды друзей. Сначала подсобрались ребята, потом почувствовали, что мастера чуть-чуть нас припустили. После чего мы собрались с духом, сдержали дни чьи. Ну и там по пенальти уже сделали то, что должны были сделать. Хороший турнир, очень понравился. Спасибо организаторам. Очень интересно. Эмоции, все было на высшем уровне. В финале интриги не получилось. В главном матче турнира сошлись команды Гомельского медуниверситета и Сенеж. Медикам навязать борьбу сопернику не удалось, и они уступили 3-7. Начало было, конечно, тяжелое, но опыт все-таки взял свой опыт. Потому что у нас команда более возрастная, более опытная, и мы во втором тайме взяли все под контроль. Счет говорит о том. Спасибо большое за то, что турнир оторганизовали. Очень приятно участвовать. Турнир любительский, но накал был, если вы видели, профессиональный. А нашей команде, конечно, приятно. Мы стараемся участвовать побольше за здоровый образ жизни. Главное для нас было участие в первую очередь, но раз победили, это вообще здорово. Отметим, что победителям, кроме кубка, достался и мяч с автографами игроков футбольного клуба Гомель.